В Черкассах продолжается судебная эпопея по делу об убийстве журналиста-майдановца Василия Сергеенко. Его убили под корсунь Шевченковским в ночь на 5 апреля 2014 года. Уже третий день гособвинители пытаются оставить под стражей вероятного организатора Вадима Мельника. Позавчера судьи отправили Мельника под домашний арест, но активисты заблокировали зал. Это позволило следователю предъявить подозреваемому новое обвинение и задержать его. Сегодня Мельнику снова избирают меру пресечения. Теснота и отсутствие свободных мест на заседаниях по делу Василия Сергеенко уже стали нормой. Активисты приходят, чтобы поддержать сторону обвинения. На скамье подсудимых уже третий день подряд вероятный организатор этого зверского убийства. Сегодня Вадиму Мельнику выбирают меру пресечения и уже инкриминируют организацию преступной группировки. Следователь предъявил новое обвинение сразу же после скандального решения апелляционной инстанции об освобождении Мельника из-под стражи. Среди возможных заказчиков убийства журналиста фигурирует имя шефа Мельника. Нардепа Геннадия Бобова. По данным следствия, подозреваемый более 20 лет работает у него начальником охраны. Чтобы убедить суд не отпускать возможного организатора убийства из-под стражи, прокурор предоставляет суду видео допроса участника похищения журналиста. Похититель Виктор Горбенко четко описывает и называет человека, руководившего преступлением. Адвокаты, а их у Мельника двое, тут же протестуют, мол, в деле нет этих материалов. Покажи, если б я за это расписался. Давайте, я с ним всегда расскажу, расскажу вас потом. Сам Мельник не отрицает. С участниками убийства знаком, но ими не руководил. Судебные дебаты продолжались несколько часов, после чего судья удалилась в совещательную комнату. Вердикт по Вадиму Мельнику до сих пор неизвестен. И каким он будет прогнозировать боятся даже следователи. Станислав Кухарчук, Пел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы.